МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята. Как настроение сегодня? Отлично. Слава Богу. Этот убеленный сединами человек – начинающий предприниматель. В этом году Михаилу Степановичу Потехину исполнилось 72 года. И именно сейчас ему удалось осуществить мечту всей своей жизни – создать первый в Перми театр на льду. Вы готовите себя в тренингах? Нет. Не слава Богу, а нет. Поздно уже. И мне не зачем. У нас хорошие специалисты, режиссеры, булитмейстеры, тренеры. Зачем мне-то идею кто будет давать? Постановка, которую сейчас репетируют фигуристы, называется «Великая любовь» о счастливом, но коротком супружестве писателя Александра Грибоедова и его жены Нина Чевчавадзе. Спектакль придумал сам Михаил Степанович. Кстати, заслуженный работник культуры России. В течение 55 лет он ставил массовые городские праздники и правительственные концерты. «Великую любовь» репетирует уже 4 месяца. Заказаны декорации и костюмы. Все ждут премьеру. Это у нас будущее костюмерное. Вот. Декорации тут маленько храним. У нас будет на каждой спектакле, так сказать, вот по такой вешалке, где будут висеть у нас костюмы. Театр начинается не с вешалки. Театр начинается со стартового капитала. Бизнес-план Потехина выиграл грант в Краевом министерстве культуры, но денег оказалось недостаточно. Инвесторов, которых бы заинтересовал театр балет на льду, не нашлось, а получить кредит клиенту банка, вышедшему на пенсию, не так-то просто. Взять заемные средства на открытие своего дела, даже если вы пенсионер, можно в Пермском центре развития предпринимательства. Здесь, среди прочих видов микрозаймов, существует микрозайм под названием стартовый капитал. Именно за ними обратился Михаил Степанович. На тот момент правила не позволяли давать деньги заемщику старше 35 лет. Но после заявки заслуженного работника культуры возрастное ограничение было снято. Возраст у Михаила Степановича был достаточно мудрый, поэтому он не подходил под наши правила. Мы внесли изменения, и Михаил Степанович и его компания смогли воспользоваться микрозаймом, получив его под названием стартовый капитал. В Пермском центре развития предпринимательства готовы помочь всем, кто планирует свое дело. Подробную информацию можно получить у финансовых консультантов по телефону горячей линии 8 800 300 80 90 или на сайте cpp-perm.rf. Сейчас в театре Михаила Потехина идут репетиции сразу двух спектаклей. Пока не на коньках, а на паркете. Чтобы встать на лед, нужно арендовать каток, а это деньги. Расходов много. Артисты, балетмейстеры, художник получают зарплаты. Нужно выкупать костюмы, декорации. Будет на льду, это скорости, это все будет удивительно интересно, потому что сейчас это тормоз, а там будет полет. Вот в чем дело. Они же измучены все по льду и томятся уже, потому что нужен лед. Группа ищет спонсоров, а пока Михаил Степанович подумывает взять новый микрозайм. Тем, кто уже один раз брал деньги в Пермском центре развития предпринимательства и вовремя их вернул, при последующих обращениях за микрозаймами ждут хорошие бонусы. Ссуду можно взять в два раза больше под меньшие проценты. Примеры ледового балета запланированы на осень. 5 октября артисты готовы будут показать спектакль на льду «Великая любовь». А перед этим детское шоу «Но погоди». А после у нас еще будет старики-разбойники. Новогодние представления, новогодний балет будет старики-разбойники.